Чем больше мы будем проводить таких круглых столов, чем больше мы будем проводить примеров, тем более активно станут наши женщины. У нас, как говорят, у нас мужчина голова, женщина шея. Куда женщина повернёт, и получается, что всегда всё остаётся на уровне шеи. Но я хочу сказать, что женщина свободна может быть головой и шеей одновременно. И многие процессы, которые происходят в Гагаузе, эти вещи подтверждают. Но это надо говорить не только о политической составляющей. Мы должны говорить и о бизнесе, соответственно, потому что считать деньги умеют наши женщины. И они не только их считают, они ещё знают, как зарабатываются, в конце концов, эти деньги. Мы должны говорить и о социальной сфере в этом случае. То есть женщина не должна бояться. Этот страх мы должны однозначно снять. И я хочу вам сказать, что в Гагаузе такая ситуация уже создана, и женщины наши готовы ко всему этому. Поэтому будем встречаться, будем принимать гостей, будем общаться, будем обмениваться опытом. И я уверена в том, что наши мужчины обижены не будут. Надо это нормально понимать. Мы будем спокойны, на равных. Каждый будет заниматься тем, чем должен заниматься. Если достойна быть женщина на передовой, почему бы нет? Если достойна быть мужчина на передовой, почему бы нет? То есть это происходят нормальные, хорошие жизненные процессы. Для меня что важно? Чтобы этот страх ушёл. Для меня важно, чтобы люди начали использовать свой потенциал, чтобы ставили перед собой цели, иногда невосполнимые, но если медленно, пошагово к ним идти, чтобы эти цели, конечно, были осуществимы. Мы хотим обсуждать, как мы можем вместе сотрудничать лучше в процессе решения проблем женщин, проблем региона и решения проблем страны вообще-то. Мы считаем, что женщины должны более активно, более вовлечены в процесс принятия решений на уровне региона, на уровне местных властей, на национальном уровне. Но такие изменения не происходят без никаких действий. Вот этот семинар или круглый стол сегодня, мы считаем, что одна из самых хороших возможностей встречаться, обсуждать и ставить перед собой конкретные задачи, что и как делать, чтобы женщины были более активны, чтобы их голос был более услышан, и их действия имели позитивный импакт на решение проблем Молдовы. Побольше женщин участвовать в принятии решений, как на местном уровне, так и на республиканском уровне. Я очень рада, что у вас есть башкан женщина. Я знаю многих ваших активных женщин и очень хочу, чтобы количество наших женщин стало больше, потому что там, где женщины участвуют, там настоящая демократия, там нет коррупции, там решаются проблемы намного лучше. Всеобщим признанием мужчин, что они готовы поделиться властью с женщинами, но при этом все будут делать акцент на то, что каждая женщина, помимо того, что должна обладать деловыми профессиональными качествами, то есть изек, которая предназначена при выполнении государственных каких-то там функций, еще и тем качествам, которые присущи всем женщинам изначально обаянием, красотой, женским началом.